МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ВИДНОВНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Взрослую ВИДНОВскую поликлинику, где в скором времени пройдет масштабная реконструкция, посетил депутат Мособлдумы Юрий Липатов. Деньги Московское областное правительство для реконструкции этой поликлиники выделило. В ВИДНОВском центре профессиональной подготовки МВД прошла научно-практическая конференция для руководителей и сотрудников пожарной службы. В этом году мы уже тратим на закупку пожарной и спасательной техники уже 280 миллионов. В музыкальное путешествие отправились участники концерта гитарной музыки, который прошел в Развилковской детской школе искусств. В соответствии с адресным перечнем Министерства здравоохранения Московской области по капитальному ремонту лечебных учреждений на территории Ленинского района на 2019-2020 годы запланирована реконструкция взрослой ВИДНОВской поликлиники. В ходе рабочей поездки медицинский объект посетил депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Высокого гостя встречали представители администрации Ленинского района, общественники, руководство поликлиники. Директор муниципального казенного учреждения ВИДНОВское управление капитального строительства Руслан Тимуров рассказал Юрию Липатову, какой фронт работ предстоит выполнить в поликлинике. Что вы должны здесь делать? Мы должны сделать... Начиная с замены инженерной коммуникации. ...инженерной коммуникации, вывести фасад, потому что потребование энергоэффективности и так далее, плюс облик, все-таки он уже в центральной части города. Ну и, соответственно, что? Оснащение и приведение самого здания поликлиники к новым стандартам, ну, технологии, медицины текущего времени. После внешнего осмотра здания депутат с сопровождающими проходит внутрь. Заведующая поликлиникой Марина Спиридонова рассказала, что вопрос с реконструкцией медицинского учреждения, построенного в 1974 году, назрел давно. Здесь нужно менять коммуникации, все течет, и все... Трубы уже абсолютно пришли в негодность. У нас был ремонт в 2007 году. И он был не капитальный, а косметический. С элементами. Да, с элементами такими небольшими, замен. Уже совсем проходивший сотрудник. Юрий Липатов прошел по всем четырем этажам и оценил масштаб предстоящих работ. Поврежденная плитка в коридорах, отваливающаяся штукатурка и краска в кабинетах. Подтеки и трещины на потолке и стенах. Все это будет исправлено в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. Первое, что приятно, что деньги Московское областное правительство для реконструкции этой поликлиники выделило. Мы сейчас берем на контроль то, чтобы в организационном плане здесь все проблемы решились довольно-таки оперативно. Задача стоит такая, чтобы к концу следующего года реконструкция уже произошла. Я думаю, что в перспективе будет решаться вопрос и обновления медицинского оборудования. Лечебное учреждение не остановит свою деятельность. Большинству работников больницы не привыкать работать в условиях ремонта. 12 лет назад он уже проводился, хоть и не такой масштабный. Мы по этажам закрывали поликлинику и даже по кабинетам и делали ремонт. Сейчас планируется, возможно, даже стояками перекрывать, чтобы будут меняться трубы, чтобы удобно было замену капитальную сделать труб всех и коммуникации. Без этого невозможно качественное проведение капитального ремонта. Поэтому мы будем работать при ремонте и будем стараться обеспечить наше население необходимой медицинской помощью. Не только здание взрослой поликлиники включено в плановые ремонтные мероприятия, но и здание третьего хирургического отделения ВРКБ, а также административный корпус психиатрической больницы на улице Лесной. По заявлению Юрия Липатова, общая сумма выделяемых из регионального бюджета средств ориентировочно составит 230 миллионов рублей. Ход работ депутат будет контролировать лично. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Состоялось очередное 28-е заседание районного совета депутатов. Народные избранники рассмотрели ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности муниципалитета. Подробности в сюжете Татьяны Брыловой. Исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации Ленинского района Нина Хованюк рассказала о предложении внести в бюджет муниципалитета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов изменения. Параметры бюджета меняются по всем трем годам. 2019 год, 2020 и 2021. В части 2019 года параметры меняются в связи с тем, что мы увеличиваем доходы в связи с передачей полномочий сельских и городских поселений администрации Ленинского муниципального района. Полномочия передаются с объемом трансфертов. Также увеличение произойдет и в связи с реализацией государственных программ. Изменятся в 2019 году и расходы. Дефицит бюджета текущего года составит 125 миллионов рублей. Бюджеты двух последующих годов планируются без дефицита. Изменения были поддержаны депутатами единогласно. Галина Благодарящего, заместитель начальника правового отдела, озвучила вопрос об изменениях в положении о порядке организации публичных слушаний в Ленинском районе, которые касались правильности трактовки положения. Прошу голосовать, кто за. Против. Воздержав совершение принято единогласным. Определение печатного средства массовой информации и сайта для официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления также стало темой рассмотрения депутатов. Было решено, что таким печатным изданием остается районная газета «Видновские вести», а площадка в интернете, где будут публиковаться все правовые акты, сайт районной администрации. Глава района в пятидневный срок после подписания правового акта, подлежащего обязательному опубликованию, направляет его в официальный печатный орган администрации Ленинского района. Официальный печатный орган администрации обязан обеспечить официальное опубликование правового акта не позднее пяти дней с датой получения этого акта. Две важных темы поднял заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков. Одна касалась утверждения размеров выплат по мерам социальной поддержки населения, а также перечня категорий граждан и организаций, которым полагаются такие выплаты. Другой темой стало утверждение перечня мероприятий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению Ленинского района. В нем рассматриваются меры привлечения медицинских работников в больницы и поликлиники. Это и меры поддержки молодых специалистов, это, конечно же, и компенсация аренды жилья, это и доплаты за разъездные расходы. В целом, значит, данный проект решения охватывает на сегодняшний день 312 человек. Оба проекта были единогласно одобрены Советом депутатов. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На приеме депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова, который он провел вместе с главой муниципалитета Валерием Венцелем, среди прочих посетителей пришли жители поселка Ленинский. У одних уже 30 лет нет горячей воды, других к воде, а именно к расположенному у деревни пруду, не пускают. Вместе с Вячеславом Фетисовым в ситуации разбирался и глава Ленинского района Валерий Венцель. Удалось ли решить эти и другие вопросы, расскажем далее. Зоя Александровна каждое утро кипятит кастрюли воды. Иначе никак. Горячего водоснабжения в доме нет больше 30 лет. У нас вот было дровяное отопление, ну это было давно, до 80-го года. Потом была Олимпиада, перед Олимпиадой как бы устраивали весь район и сарай снесли. И в результате титаны все убрали. После Олимпиады дом к отоплению подключили, а вот горячей воды в кранах нет и по сей день. С этой проблемой в компании подруг-соседок она пришла на прием к Вячеславу Фетисову. Мы жители поселка Ленинский. Пришли к вам с последней надеждой. Больше нам обращаться некуда. Ходим уже 30 лет. У нас формат работы совершенно понятный. Мы договорились, что глава присутствует на приеме граждан. И проблемы, которые вы озвучиваете, мы заранее прорабатываем, ответ есть. Поскольку Вячеслав Фетисов ведет прием населения совместно с главой района Валерием Венцарем, то разрешение ситуации нашлось тут же. На майских поправках будут выделены денежные средства из бюджета городского поселения. Видно, и работы будут завершены в этом году. Дело и стояло только за этим, ведь по словам соответствующих служб, все остальное уже готово. Вся техническая документация сметы готова. Значит, ждем внесения поправки в бюджет. Будет проведена конкурсная процедура. И, соответственно, будут завершены работы по восстановлению, модернизации в этих домах. Зинаида Ивановна тоже пришла сражаться за воду, но не за горячую, а за всю акваторию Тарычевского пруда. Его огородили забором большим, еще с колючей проволокой. Кстати, там утки плавали летом, это была красота. Сейчас все. Теперь они нарушили все берега, поставили какие-то домики по отвратительному черному цвету, сделали платную рыбалку. И теперь туда можно пройти только за деньги. Разбираться с ситуацией глава поручил специалисту по охране окружающей среды. Вместе с ним в Тарычево отправились и мы. На месте выяснилось, что попасть туда все-таки можно. Свободный доступ есть, опять же повторюсь, как и говорил гражданам, что заход есть с центрального прохода. Также граждане могут заходить. Как на самом деле, соответственно, будем разбираться, будем выяснять, что и как. Напомним, что любой желающий может задать волнующий его вопрос депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову о дате и часах приема можно узнать на сайте администрации. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ. В Видновском центре профессиональной подготовки МВД прошла научно-практическая конференция, организованная Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы. Ее участники, руководители и сотрудники 22 территориальных управлений Мособлпошспас. Обсудили перспективы и поделились своим опытом применения сил и средств в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. В центре профессиональной подготовки МВД прошла научно-практическая конференция «Опыт применения и организации обеспечения сил и средств по итогам 2018 года и перспективы развития». Мероприятие началось с построения, в котором приняли участие 300 сотрудников Мособлпошспаса из 22 территориальных подразделений. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Затем участники познакомились с экспозицией, представляющей весь арсенал средств и техники пожарных и спасателей. Боевая одежда пожарного, теплоотражательные и химзащитные костюмы, средства защиты, мобильная техника и спецоборудование. Серьезный объект, где есть добровольная пожарная охрана, это вот такая штука. На выставке ВЛА представлена, как известная, уже принятая на вооружении техника, так и новые разработки. Например, дыхательный аппарат на 450 атмосфер, не имеющий аналогов в нашей стране. Сейчас на вооружении у пожарных аппараты на 300 атмосфер. Или водолазное снаряжение, которое позволяет работать под водой на глубине до 60 метров. Это шлем, резервный аппарат, который служит для, скажем так, поднятия водолаза в случае аварии какой-то с 60 метров глубины. Ну и сам гидрокомбинезон, который аналогов в России нет, резина неопреновой. То есть в нем можно работать и в нефтестойке, и химостойке и так далее. То есть любые условия выдержит. Зайти погреться можно было в мобильный комплекс «Пункт опогрева», который возводится всего за 10 минут на базе прицепа. Имеет площадь 24 квадратных метра, собственный генератор и может вместить до 25 человек. Данный пункт обогрева разработан в 2017 году под заказом МЧС России. Выполнен он для обеспечения обогрева людей. На сегодняшний день в МЧС России поставлено 13 штук. На этот год запланирована закупка еще 5 штук. После осмотра экспозиции началась сама конференция. Это уже третья подобная встреча, организованная для обмена опытом, подведения итогов и построения планов. О последних, надо сказать, у руководства МОЗ «Облпошспаса» много. В этом году мы уже тратим на закупку пожарной и спасательной техники уже 280 миллионов. То есть не меньше 28 цистерн купим, две пожарные автолестницы. Всего за прошедший год пожарно-спасательные подразделения МОЗ «Облпошспаса» совершили более 100 тысяч выездов. Было спасено 806 человек. Поисково-спасательные подразделения сохранили жизнь почти пяти тысячам жителей Московской области. Активно ведется работа с населением по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В Доме правительства Московской области состоялся финал 6-й областной Олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству. За звание победителя боролись 12 команд, которые на предшествующих этапах – школьном, муниципальном и межмуниципальном – стали лучшими. Темой Олимпиады будущих избирателей в этом году стал Институт губернаторства в России. Сначала финалисты отвечали на вопросы, касающиеся избирательного права и законодательства. При каких условиях избиратель может проголосовать за другого избирателя? Ни при каких. Это верный ответ. Затем каждая команда выступила со своим творческим номером, задачей которого было представить образ губернатора, то, каким он должен быть. Петр, губернатор. Октябрина, губернатор. Каждый номер оказался по-своему уникален и интересен. Идеи, представленные участниками, были одна оригинальнее другой. И все же жюри определило победителей. На третьем месте ребята из Королева, на втором из Люберец и на первом команда Нара Фоминска. Свою оценку участникам дала заместитель председателя избирательной комиссии Московской области Наталья Земскова. Вы достойная наша смена. И мы знаем, кому будем мы отдавать свой опыт, свои знания. И знаем, что вы это продолжите в еще большей и лучшей степени. Ежегодно более 300 тысяч старшеклассников региона проявляют интерес к избирательному законодательству и демонстрируют свои знания в этой области. Отправиться в увлекательное музыкальное путешествие и по всему земному шару и по разным эпохам недавно удалось всем присутствующим на концерте с одноименным названием в Развилковской детской школе искусств. На сцену здесь вышли музыкант Борис Бельский и преподаватель по классу гитары Кирилл Модестов. Аплодировала артистам и наш корреспондент Екатерина Коваленко. Год назад в Развилковской детской школе искусств с овациями прошел концерт музыканта Бориса Бельского. Вот и в этот раз гитарист решил порадовать публику и подготовил увлекательную программу. Выступил перед зрителями не только сам маэстро, но и преподаватель по классу гитары Кирилл Модестов. А сюрпризом вечера стал их дуэт. Виртуозное мастерство гитаристов позволило передать все тончайшие оттенки чувств и настроений и сделало музыкальное путешествие, а именно так называется программа концерта, увлекательным и незабываемым. И в поездку это, как говорится, все включено. С одной стороны тематика концерта весенняя, то есть такие жизнерадостные и оптимистичные произведения, но они абсолютно разные и по жанрам, и по эпохам, и по стилям. Не покидая стен школы искусств, зрители побывали во многих уголках мира и словно на машине времени пронеслись по разным эпохам. В программе концерта Иоганн Себастьян Бах и Иоганн Каспар Мерц. Латиноамериканские авторы, аргентинец Хорхе Морель, наши современники и соотечественники Никита Кошкин и Сергей Остопущенко. Магия этого струнного инструмента в талантливых руках никого не оставила равнодушным. Впечатлений очень много, они яркие и эмоциональные очень, потому что инструмент такой, хоть вроде человек сидит и спокойно играет, но мне кажется, эмоций внутри очень много. И я тоже сижу, сдержанно, да, сидишь в зале, но эмоционально очень, все внутри буря такая, ураган, очень понравилось. 14-летняя Настя Южалина ученица художественного отделения школы искусств. На протяжении всего концерта девочка не выпускала из рук карандаш, и свет увидели несколько набросков. Человека с гитарой, кстати. Помогла ли девочке творить та волшебная атмосфера, царившая в зале? Наверняка. Ведь муза и музыка – родственные слова. Музыка, которая была на концерте, была очень комфортной, и мне было удобно под ней рисовать, в смысле. Ну, то есть я чувствовала настроение тех людей, которые играют эту музыку, чувствовала их, ну, как состояние. Довольны своими рисунками сегодняшними? Сегодняшними, да, вполне. Были, конечно, и юные гитаристы. Егор Бавовский занимается музыкой 6 лет, посещал многие выступления и признается, что каждый такой концерт для него – большое событие. Мне понравилось, когда они играли в дуэт. Понравилось. Дуэт – это само по себе необычный, и очень красивый музыка. Для меня это большая честь, удача услышать такого гитариста и увидеть вживую. Творческий импульс – это и для преподавателя школы искусств Кирилла Модестова. Несмотря на то, что он уже давно сам учит детей игре на гитаре, Кирилл Григорьевич продолжает оттачивать мастерство. И Борис Бельский, между прочим, его наставник. Когда ты вот учишься и слышишь потом, ну, хорошее исполнение, это всегда как-то стимулирует тебя к тому, чтобы больше работать. Приходишь домой после концерта, начинаешь играть, играть, играть. В ближайших планах руководство ДШИ проводить подобные концерты на постоянной основе. Следите за афишей. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И в заключение выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 29 марта, солнце будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидается мелкий дождь со снегом, который вечером перейдет в дождь. Температура плюс 4 градуса. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова